смотрите вчера вот тоже был хороший вопрос если у меня есть сад скажем заброшенных там или полузаброшенные семечки какой-то ну там или там какие-то деревья вырастут болезненные а рядом есть косточка да она пока еще не болеет материальным ожогом но какая возможность заражения или перезаражение разных пород все что касается симптом разоцветных начинает земляники и заканчивая яблони это и слива и вишня и черешня и и жюри айва и груша все это все это может молиться в том числе подарочники то всякие так далее это все подвержено заражением бактериальным заболеваниями из группы ирвиния и псевдомонос единственное что там как бы не различаются возбудить и будет арминия и псевдомонос но нам принципе все равно я говорю что одно из них является карантин на 2 не является но тем не менее тех будет один это ожог это то что у нас потом высыхание у нас будет высыхание начинается он я уже говорила или пожилка будет вот так вот распространяться или по коричневине с краем листа вот это впечатление создается такой у вас недобор каких-то микро и макроэлементов но макроэлементы достаточно медленно это все происходит по импиральному ожогу это буквально три-четыре дня у вас лист полностью коричневеет и дальше на листке у вас на побегах появляется вот такой побег заворачивается это точно признак рвини из побега не заворачивается в узок но то может быть это будет псевдомонос вот это точно признак рвини и если появляется у вас инсудат на плодах или вот там на ванежке да то есть это тоже признак рвини если все остальное будет похожа на это но у своих судата не будет выделяться значит это будет псевдомонос это так я говорю может собдомонос просто для того чтобы действовать судат это прессинг бактерия должен быть такой что уже просто и выпирает из сформу всяческих сосудов поэтому такая сюда когда появляется инцутат распространение по саду это происходит просто мгновенно, потому что разносят вот эти капли, да, они разносятся ветром, и любое отверстие, которое есть на дереве, так сказать, оно туда в бактерии может проникать. То есть понятно, что здоровое яблоко туда она так бураливаться сильно не будет, но микротрещинки, повреждения насекомыми, сосущие насекомые переносчики, которые тут попрыгала, полазила, это же сладкая, так сюда тут сладковатая, тут тля прилетала, разлеталась, прыгала, тут прыгала, полетела в соседний сад, самки-растилительницы полетели и туда перевезли. Если это появилось в ранний весенний период, когда там цветы, там вот в завязи, когда еще есть цветки в саду, то пчела, конечно, 100% переносит, 100%. И тут стоит уже вопрос, то ли щадить пчелу, то ли что-то делать. Значит, препараты, там у нас нет, дальше там и по системе у меня было, но сразу скажу, что, ну, первое, что мы рекомендуют, это в старых учебниках записано, если распространение в саду больше, чем 30%, такие сады раскорчевываются, потому что если визуально вы видите, что 30%, это значит гарантированно, что где-то 70-80% герели у вас, в принципе, больные, просто что-то скрытая форма, когда еще визуально это не распространено, не видно. Заболевание хроническое, если вы заболели один раз, вы уже его не выкорчеваете, так сказать, ну, образно говоря, то есть всегда будет в проводящей системе. Единственное, что вы можете сделать, вот всякими, так сказать, ну, химическими там препаратами, какими-то обработками, просто загонять бактерию в такое состояние, чтобы у нас очень медленно распространялось по сосудам, чтобы не было дальнейшего заражения и чтобы не было разброса инфекции по самому как бы дальше, ну, то, что есть в саду, еще здоровая. Ну, понятно, что вы поняли, так, что если рядом есть у вас семечка высад, которая болеет, и тут черешня у вас молодая, что черешня, это тоже под угрозой. Поэтому, если она молодая, садили здоровый посадочный материал, вы просто в систему защиты включаете 2-3 обработки за сезон, специализированные препаратами, которые позволят вам уберечься от этой инфекции. Обработка делается перед цветением и в цветении, или перед цветением закрываете, когда цветает 80% цвета. Вот, и вторая волна распространения, когда активно растут побеги, и третья, когда у нас идет листопад, то есть начинается листопад, листопад, листопаливаются, вот это место препятление черешка в побежку, вот это, там, ну, такая маленькая рамка получается, условно говоря, пазинологическая, то есть, естественно, она такая, бактерия туда проникает. Но по осени чаще всего в семечке мы начинаем делать тогда проники, кто-то делает медию, там, да, пусть мы закрываемся все равно, или кто-то с ним медию не делает, вот, пожалуйста, в странах, там, Голландии, Эрнгии и так далее, где запрещено медию, они работают под каптаном, и по осени только больше новых, то есть, и все нормально, как бы тоже. Каптан, кстати, это единственное действующее вещество, которое в старых учебниках написано, что оно обладает бактериальным, ну, бактерицидным действием, то есть, ну, кроме меди, так сказать, и только норма, конечно, 6-8 килограмм должна быть, но тем не менее, первый раз, когда мы столкнулись с бактериальным ожогом, у нас ничего не было, а черешня, ну, уже, так сказать, подзревала, начинала созревать, она краснела, а черешня мы применяли именно каптан, потому что медь, ну, она окрасила плод, и куда ее потом пасти медь, потом, ну, в смысле, в черешню, потом ее мой, так сказать, и так далее, то есть, мы обрабатывали каптаном. Там, конечно, плянки тоже были, но они были не синего цвета, хотя бы хоть каптаном мыли. Значит, обработка еще раз перед цветением, цветение листопад, ближе к концу цветения, если у вас вторичный вот свет, когда будет активно рост подега, обрабатываем его второй половине вегетации. И, ну, когда листопад, если у вас, опять же, вы мне скажете, а вот, ну, если у нас парша, то мы тогда медью не работаем, потому что у нас идет этот дисбаланс, обработали медью против парши, но это снижает активно сконченные микроорганизмы, которые предлагают месть. И тогда в таких ситуациях, если мы очень большое количество парши, мы работаем только мочевиной, например. Но если у вас есть бактериальный ожог, то тут парша, извините, уже отходит на второй план, потому что с паршой бороться можно, это сезонное заболевание, а бактериальный ожог, я же говорю, что если такое случилось, то у вас навсегда. Если у вас вот один год была вспышка, то вы просто для себя хотя бы потом, там проходит два года, у вас здесь визуально не проявляется бактериальный ожог, и вы успокаивайтесь. Хотя бы оставьте одну обработку, вот это пересветение, вот она должна быть профилактическо всегда. Препаратов достаточно, ну как, их не так много, но тем не менее есть официально зарегистрированные, то есть стриптомициновая группа, ее никто не отменял, фитоловин, стриптомицин, медь, она тоже очень хорошо работает. Вот, кстати, на косточке мы спасались медью, и потом уже, когда вот уборка прошла, и у нас все равно шло распространение, то вы работали медью, да, и давали возможность отрасти новым листиком, потому что понятно, что когда лист упал, голые ветки, тут перезимовка таких, как училище, какого члечного сада была по-другому, потому что нет листа, нет пластических веществ, не накопились, и это все вымерзало. Тут мы делали три обработки медью, дали возможность отрасти хотя бы листу, потом сделали по второму листу под конкурс, то есть как бы, ну, сад это существует до сих пор, кстати. Это вот фотография 10-го года, то есть 10-м году была такая стушка, что просто рухнул сад, рухнул, он просто отсыпался на глазах. Вот, потом у нас мы подтянули фитоловину, еще обработку фитоловину, но это не менее, как бы иметь, она имеет право на существование, и американцы пишут в своих публикациях, что у них на грушах даже во время цветения они делают обработки медью, ну, понятно, что это будет нейтрально, должна быть всегда, чтобы ожога не было, но они пишут так, что пусть у нас будет ожог краевой листа, но мы спасемся от рвений ничем, если это все полностью пропадет, потому что груша, это из всего перечисленного комплекса культур, она самовосприимчивая. Когда у нас в 90-е годы с Румынии зашел бактериальный ожог, вот сюда со стороны Одессы, то первое упала и груша, то есть их выторчевали сады полностью, они расторчевались полностью. Я как бы с этими феймерами работы вот сейчас, они говорят, что мы пересаживали просто, вот, в старые, ну, такие уже в области, они говорят, что мы просто пересаживали полностью сады. Вопрос, то есть на косточках в литературе написано, что это не эрвений, это псандамонос, мы делали у себя в лаборатории анализ ПЦР иммуноферментный, и это эрвения была, то есть возбудитель является эрвения, хотя поляки говорят, что эрвения в литературе два или три раза всего было в мире сообщение о том, что на косточках есть эрвения, но у нас была эрвения. Мы только говорим, что если эрвения вот тут, 15 метров от этого сада, то куда она денется, откуда она денется в садамонос, если там эрвения. На пораженных плодах, кто развивается грибы и зортофусариум и так далее, и бактерии поселяются в другие, и вирусные заболевания, потому что слабли нарастения, но тем не менее, первично это была все-таки эрвения. Значит, достаточно вот эта холодная зачистная весна, и когда есть небольшое количество влаги, вот эта бряка, знаете, такая, тут, тут, тут. Два с половиной миллиметра вот осадки достаточно, 0,2-2,5 достаточно для того, чтобы у вас произошло заражение. Поэтому, если весна вот будет такая, и у вас есть проблема, значит, все-таки не пожалейте денег на эти обработки. Касумин, из тех препаратов, которые как бы более цивилизованные, как я говорю, у нас зарегистрирован Касумин, есть он в списке, он работает очень хорошо, работает хорошо посетило-алюминия, ну, как бы хуже, чем Касумин, но посетило-алюминия работает. Единственное, что я всегда говорю, что берите оригинальный продукт, потому что, ну, за другие, я не гарантирую. Я почему знаю, что он работает неплохо, потому что у нас была однажды ситуация, когда мы обрабатывали сат, а второй была инвектация, Касумина было очень немного, и мы часть надо обрабатывали Касумином, а вторую часть – это тело-алюминия. Визуально это где-то потеря у эффективности примерно 10%, то есть если Касумин дал там 93-95%, ну, то есть побеги практически все подсобли, и дальше распространения не было, то пару сатило-алюминия примерно 83-85%, ну, то есть оно все равно, это, ну, достаточно хорошая эффективность, работать он неплохо. Как лучше работать Касумином в трубку и сверху? Если у вас, вы знаете, гарантированно, что сат уже больной, то вот когда начинается сокодвижение и начинается активный рост побегов, то есть бактерии, когда нет активного роста побегов, почему вот тут стоит, вот тут будет стоять, а вот они будут здесь, ну, короче, регарис, когда они рекомендуют, что тормозит рост побегов, то есть нет распространения бактерий. А весной, когда начинается сокодвижение, а выстреливают побежки, они начинают активно расти, она распространяется побегом, внутри, конечно, она есть. Весной лучше давать в каплю, в связи с тем, что нужно, чтобы под дерево попало хотя бы, ну, короче, на гектар примерно 3,5 тонны рабочего раствора должно попасть. На большие деревья, соответственно, под каждое дерево больше воды, на маленькие поменьше, но их больше. Ну, примерно 3,5 тонны. Норма расхода препарата считается на тонну, а не на гектар. То есть мы должны на тонну дать там 3, 4, там 5 литров Касумина, сколько вы дадите. А если вы будете работать во второй плане гектарской или в цветении по цвету, то это вы просто на тонну даете 4 литра. То есть вы на гектар в 3,5 раза меньше дадите препарата. Если у вас уже, вы понимаете, что молоду сад и там есть угроза, то у меня была такая ситуация, когда посадили первую вот саду, ну, они начали сокнуть деревья, мы взяли на анализ, была эрвиния. То есть это явно спасательный материал, но такой сад надо спасать уже, конечно, через капли, потому что иначе, когда на второбуду начнет свистеть, то активно как бы выстрелит заболевание. Поэтому весной это сроки. Фенофаза – это когда у вас начинает лопаться, почка лопается, вот этот, расходится, и вот появляется серый конус. Это ранняя весна. Да, это ранняя весна. Сейчас я вот это перетеряю, и сейчас все сделалось прямо и мы ее вам покажем. Вот. Вот так и вот так. Ну, одновременно же не бывает, что все вот так. То есть что-то вот так, что-то вот так. То есть начинается рост поделок. Вы первый раз загоняете. Если есть возможность, можете через 12-14 дней загнать еще раз. И дальше, а если нет, тогда ждете цветение, работайте по цветению, чтобы уже не заразилось по саду. Просто в саду же разномастные сорта, и бывает часто с пересорки. То есть, ну, ждем, когда, ну, например, ушко. Давай так займем это ушко, пусть это будет подушка. Потому что что-то будет чуть меньше ушко, кто-то будет чуть больше ушко. Ну, вот как и ушко. По листу, по цветению. По цветению вы работаете. Через, когда цветет 80% цвета, вы еще раз работаете. И если вы видите, что появляются вот эти признаки, которые вот так, крючок там или, ну, как по коричневению, то вы работаете еще. И когда, сейчас скажу, ну, конец, ну, конец июня, первая декада июля. Вот примерно в эти сроки, наверное, проявляются. Разумеет, ни с чем не совмещается. Нет, он совмещается со всем. Совмещается. Да. С чем можно эффективно использовать. С медью бы я его не совмещала на всякий случай, наверное, а может быть и совмещала бы, не знаю. То есть у меня просто не было на практике. Не, наверное, можно с медью. Там же продукты, там же не желаем оставить продукты, это же недеятельность. А так вообще с инсекцицидами его совмещали, с фонгицидной группой совсем. Говорят, что у него есть, ну, в смысле, еще, так, пишут в литературе, компания, которая его зарегистрировала, что у него еще есть действие на Паршу, примерно, ну, порядка 80%, но мы никогда не листовали. То есть, ну, не было такого, что мы там обработали одним казумином, не поставили к нему, ну, какой-то препарат против Парши, потому что если цвет работать, да, и не поставить, тогда это, конечно, опасно.